Доброе утро, уважаемые президиумы, коллеги. Мы представляем вам наш доклад, посвященный клиническому значению ангиогенных факторов при раке почки. Позвольте не останавливаться на общеизвестных классификациях эпидемиологии и перейти на характерные особенности данного заболевания. Течение рака почки очень вриабельно. В основном оно бессимптомно, клинически проявляющееся уже на поздних стадиях известной всем нам триадой симптомов боль, пальпируемое образование и макрогематурии. Причиной тому это генетическое и мафологическое разнообразие опухоли почки. У 25-30% пациентов уже при первичном обращении имеются метастазы в соседние органы и системы. И вне зависимости от размеров опухолевого узла у 4-10% пациентов изначально уже определяется распространение на венозную систему. Так, после радикального хирургического лечения метастазы развиваются практически у 3-30,5%, а 5-летняя выживаемость составляет от 80-90%. Если же мы оперировали уже при диссиминированном процессе, то этот процесс от 2-5%. Известно, что рак почки резистентен как к лучевой, так и к химиотерапии. Иммунотерапия также обладает невыраженным эффектом. В настоящее время предикторами выжимаемости пациентов с раком почки является следующий фактор. Это анатомические, гистологические, клинические, молекулярные и интегрированные. Кратко о каждом. Гистологические. К ним относятся критерии Фурман, всем нам известно, это плодность клеточного ядра, гистологический вариант опухоли, признаки саркоматоза и гистологический выявленный некроз. К молекулярным биологическим факторам прогнозы относятся. Значенным из них являются различные повреждения генов ВХЛ и экспрессии карбогеназы XL или молекулы В6H1, которая отвечает за иммунный ответ при почтно-клеточном раке. Также сюда относятся и регуляторы клеточного цикла репоптоза, такие как П27, циклин Д1 и другие. Уровни экспрессии гипоксии обусловленных механизмом канцерогенеза также могут коррелировать с результатами почтно-клеточного рака. До последнего времени основная классификация почтно-клеточного рака по системе ТНМ 2002 года является. В ее основу положены анатомические факторы, размеры опухоли, инвазии в соседние органы системы и в окружающие ткани. Необходимо отметить, что при всей концептуальной привлекательности ни один из упомянутых маркеров еще не рассматривается в качестве диагностического критерия при мониторинге пациента с почтно-клеточным раком. Несомненно, необходимо дальнейшее высокотехнологичное исследование в этом направлении, тем более, что в последнее время появились препараты для одевантного лечения, что не может нас не обнадеживать. В 1971 году американским Ферудом Джудом Фолкеаном было высказано предположение, что рост опухоли, размер которой превышает уже несколько миллиметров, требует формирования своей собственной системы кровоснабжения. Это эпохальное открытие Фолкмана дало толчок для целой череды научных открытий, в результате которых и появилась на свет теория ангиогенеза. Так если неоангиогенез необходим для экспансии опухоли их масс, возникает вопрос, является ли это просто необходимостью для преодоления ограничений в размере, или же это является специфической ступенью в развитии опухоли. Опухоли с цирр на ангиогенез проходят две стадии, разделенные ангиогенным переключением. Первая фаза названа авоскулярной, есть соответствующая образование 1-2 мм в диаметре. Дальнейших рост таких образований не происходит, так как профиляция клеток них равна паптозу. Подобные опухоли обнаруживались при атопсии людей, умерших не по причине онкологических заболеваний. Небольшая часть опухоли переходит во вторую часть, сосудистую, при которой наблюдается дальнейший рост опухоли. Те же самые ступени применимы и к опухолевым метастазам. Бездействующий метастаз является большой клинической проблемой, поскольку такие метастазы очень часто активируются после удаления первичной опухоли. Можно предположить, что препятствия ангиогенному переключению способны прекратить или предотвратить прогрессию опухоли и их метастазирования. Так что же является пусковым механизмом для начала образования новой сосудистой системы как в нормальной существующем организме, так и в злокачественной опухоли? Организм человека вырабатывает множество белковых молекул, которые стимулируют рост кровеносных капилляров. Но самым важным является фактор роста эндотелия сосудов, или ВИДЖЕФ, который был открыт в 1989 году прошлого столетия французским медиком Наполеоном Феррара. ВИДЖЕФ является основным ангиогенным протеином, биологическим эффектом, который проявляется при взаимодействии с изептами клеток. И как было сказано выше, большинство опухолевых клеток рака почками характеризуется инактивация подавляющего опухоль гены ВИЧ. Целью нашего исследования явилось сравнительное изучение фактора роста эндотелия сосудов ВИДЖЕФ и его растворимой формы рецепторов второго типа ВИДЖЕФ-Р2 в сиротке крови, в цитозоле опухоли и в цитозоле непораженной паренхемии почки, с учетом их зависимости от основных клиникамофологических характеристик заболевания. На слайде представлен дизайн исследования. В исследование вошли 87 пациентов с почечноклеточным раком. Также у нас была контрольная группа из 90 здоровых людей, у которых завыралась сыворотка крови. Во время оперативного вмешательства проводилась забор опухолевой ткани и участка неповережденной паренхемии. Объемы видов оперативных вмешательств представлены на слайде. Как мы видим, преимущественным методом явилась радикальная односторонняя нефрактомия свыше 48%. Из оперировок нами пациентов большая часть была предоставлена лицами женского пола, это 57,5%. Распределение по критериям формы состояло, большинство было G2, это 43%, G3, 21,6, G1, 21,5, в принципе одинаковое, и G4, это 13,5%. Пик заболеваемости приходился на период от 50 до 59 лет, то есть практически активное работающее население. Концентрация VGF в цитозоле непораженной паренхемии почки составила в среднем 120 фетамольный миллилитр, а в опухоли 600 фетамольный миллилитр. Как видно, у больных раком почки содержание VGF было достоверно выше в цитозоле по сравнению с непораженной паренхемой. Содержание VGF и VGF R2 в сыворотке больных раком почки и практически здоровых людей практически было одинаковым. Также содержание VGF в сыворотке крови как в группе контроля, так и у больных раком почки не отличалось достоверно по половому признаку. Имеется достоверное повышение уровня VGF в сыворотке крови при повышении стадии заболевания от 281 пикограммный миллилитр при Т1А до 478 пикограммный миллилитр при Т3Б. Также имеется достоверное повышение уровня VGF в пораженной ткани в зависимости от стадии заболевания от 430 пикограммный миллилитр при Т1А до 847 пикограммный миллилитр при Т3Б. Прослеживается прямая связь повышения уровня VGF в сыворотке крови с учетом критерия Фурман от 330 пикограммный миллилитр при Т1А до 595 пикограммный миллилитр при Т3Б. И наоборот, в цитозоле опухоли снижение концентрации рецепторов VGF R2 от 1117 а от 1173 пикограммный миллилитр при Т1А до 313 пикограммный миллилитр при Т3Б. Обнаружены высокие уровни ключевых активаторов нилангиогенеза VGF и VGF2-R2 цитозоле опухоли по сравнению с непораженной паренхемой почки у больных раком. Свидетельствуют о высоком ангиогенном потенциале рака почки, подтверждая важную биологическую роль в праге ангенных факторах росте и развитии злокачественных новообразований. У больных раком почки с благоприятным клинико-морфологическими характеристиками и высокий уровень VGF в сыворотке крови соответствовали высокие уровни VGF R2. А коэффициент соотношения показателей VGF R2 в цитозоле опухоли достоверно отображает наиболее важный клинический фактор, определяющий прогноз. Это критерий формы, стадии заболевания и наличия и инвазии псевдокапсулы опухоли. Данные маркеры не представляют ценности первичной диагностики заболевания, так как содержание VGF и VGF R2 в периферической крови больных раком у практически здоровых людей не имеет значимых отличий. Данные маркеры не связаны с неблагоприятными клиническими морфологическими признаками заболевания и повышенная продукция VGF и VGF R2 в цитозоле опухоли больных почечных клеточным раком позволяет рассматривать эти молекулярные маркеры в качестве мишени таргетной антиогенной терапии. Коллеги, немного юмора в завершении диагноза. Что бы ни происходило, мы должны быть всегда уверены в себе и в своей правоте. Спасибо за внимание. Продолжение следует...